Реконструкция Брестского театра «Лялек» началась еще 9 лет тому. За отсутствие финансования работы раз-порос припинялись. Активное строительство объекта обновилось после включения его в программу подрихтовки города до тысячи годов. Сегодня строительные монтажные работы выполнены практически на 97%. Чтобы реализовать творческие идеи, предусмотрены все дроби. Декорации и реквизии для спектакля будут вырабатывать на месте. Незвычайным будет и сердце театра, его сцена. Над Е-механикой заразь ведутся самые активные работы. Одна сценичная простора будет различена одразу на две сумещенные залы. Великая на 200 мест, малая на 70, плюс 16 вип-ложов. Подкожное кресло подведут систему вентиляции и оттепления. Мы можем до 20 метров сделать себе сцену. Используя для большого зала возможности обоих сцен, допустим. Точно так же, как и для малого зала, мы можем посадить зрителей вокруг. Уникальность системы, что мы можем управлять всей механикой, всем светом, всем звуком, что с одной стороны, что с другой стороны. Зрабить постановки динамичными дозволят три люка для подачи реквизиту. И девять кропок, где они могут быть усталеваны. Доставлять декорации из улицы на сцену обооподвальное помешкание будет в уличный подъемник. Глядачы смогут не только надзирать за эффектными спектаклями, но и наведать иншие культурно-эдукационные локации. Мы хотим открыть студию вокальную, либо музыкальный театр. Конечно же, обязательно у нас будут театральные студии, компьютерного моделирования или компьютерной графики. Учаканье перемен уся трупа лялечников, особливо поколение старейшее. Долгий час коллектив працавал у будинках, только пристосованных по театру. Все ждут, все ждут быстрее бы переехать туда в новый театр. Все, все без исключения, которые даже молодые актеры. Не хочу ходить заранее, а хочу сразу, как уже все полностью сделают, чтобы сразу войти и посмотреть. Новый будинок театра лялек рыхтуется с устрет своих первых наведывальников у вересни. А творчий коллектив уже зараз разважает над тем, чем будет сделать глядачу. Диана Мещук, Василь Полховский, телерадио компания «Брест». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.